И когда человек начинает молиться, Богу молится, неожиданно, непонятно, как Господь так все устраивает, что его жизнь меняется к лучшему. И надо быть всем благодарным за это, то, что происходит, просто всем благодарить, сказать спасибо, все люди, за то, что вы мне помогли понять, как правильно жить. Смотрите, очень важно знать, как только мы начинаем с Богом соприкасаться, происходят события хорошие, мы как оценивать можем их, как угодно, хорошие или плохие, но они все нас приводят к счастью, только потому, что мы должны понять, цель человеческой жизни – это Бог. Ни человек, ни дети, ни жена, ни квартира, ни машина, ни Франция, а Бог, цель человеческой жизни. И когда человек начинает с ним связывать свою жизнь больше, он потихоньку помогает. И как отличить неудачника от удачливого человека? Неудачник, он постоянно сосредоточен на себе и постоянно обдумывает свою несчастную жизнь, постоянно думает о том, как ему тяжело. Это неудачник – признак того, что человек не справляется с своей судьбой. А удачливый человек забывает про себя и в каждой ситуации жизни благодарит Бога за всё, что произошло с ним – тяжёлого или лёгкого, хорошего или плохого. Это значит, человек питается не своей энергией, потому что о чём мы помним, так происходит наша жизнь. Если мы помним о судьбе, мы в лапах судьбы находимся полностью. А если мы помним о Боге, то мы находимся в Его руках. В Его руках. Это значит, что судьба не может с нами ничего сделать плохого. Потому что судьба – это испытание. А есть ещё милость в жизни человека. Вот астрологи об этом не говорят. Если вы к астрологу приходите, он вам говорит, как бы, ну что, три брака у вас. А он первый раз женился такой весёлый, хочет прийти узнать совместимость, что мы друг друга любим, и как бы, чтобы астролог подтвердил. А астролог такой оказалась такая, женщина такая, несчастного вида такая, и смотрит такая, и хитрими глазами. «Три брака». В карте, в гороскопе, три брака. Значит, что скоро ваш брак развалится, она им говорит. Очень помогла. Вот, и человек уходит от этого астрола и думает, Господи, что же делать-то, а? Это в лучшем случае, Господи, он говорит, что делать? А в худшем случае он просто думает, ну, значит, надо, раньше сядешь, раньше выйдет. Вот первый брак, надо его, ну, как бы, выбросить этого мужика, потом следующего выбросить из своей жизни, и на третьем уже будет нормально. Такой злодый, злой план, как бы, своей судьбы решила воплотить. Безумие. Понимаете? А если человек выходит и говорит, да Бог мне поможет, потому что судьба – это не гороскоп. Судьба состоит из трудностей, это гороскоп. Это не то, что все вот так и будет, понимаете? Гороскоп – это не то, что все так и будет. Это просто трудности, запомните это. Это просто трудности. Я много раз вам говорил, много раз это видел, жизнь. И много раз люди, которые мне поверили, они побеждали судьбу и благодарили потом за это. Сегодня меня один человек поблагодарил. Астролог сказал, ничего хорошего не будет, расходитесь. Я сказал, все будет хорошо, оставайтесь, трудитесь над собой, все вы получите в своей жизни, вместе, никуда расходиться не надо. И они все это сделали и поехали к Богу еще, помолились ему там. И все у них в жизни стало хорошо складываться, несмотря на гороскоп, который говорил, ничего не получится. Это значит, что судьба состоит, вот здесь прямо эти люди сидят. Судьба состоит не только из гороскопа, а также из милости. Милость приходит в жизнь к тому, кто в нее верит. Это труд, это работа души. Понимаете? И признак правильной жизни – это когда человек отвлекся от своей судьбы, несмотря на то, что все плохо. Он отвлекся от своей судьбы. И несмотря на то, что все плохо, он думает о Боге, радуется ему и помогает другим людям. У меня есть одна знакомая девушка, она была не замужем долгое время. И она услышала в лекции, что для того, чтобы выйти замуж, самый лучший способ – это начать всех женить девушек. Ну, это примерно то же самое, что, допустим, если у тебя нет машины, открой ремонт машин, автосалон. Ну, ты всех машины ремонтируешь, ну, и каким-то образом у тебя своя машина появляется, так между делами. Потому что у всех же лишние запчасти в машинах какие-то, ну, ненужные, неправильные. И ты постепенно, раз, у тебя машина появляется. Точно так же здесь. Одна открыла ремонт незамужних девушек. Такой салон. И начала, как бы, девушкам объяснять, как замуж выйти, знакомиться. Начала помогать девушкам, помогать вот так. И самая первая – она сама вышла замуж. Первую машину она свою отремонтировала. Ну, то есть, она забыла про свое горе и просто начала и улыбаться, хорошо выглядеть начала, вопреки судьбе. Если пастролог, который ей сказал, что она одинокая будет, ее увидел в этот момент, наверное, бы он с ума зашел. Что, человек, чего это ты улыбаешь? Ты же одинокая будешь. Надо бледной быть, несчастной. И она не послушалась. Начала улыбаться, быть счастливой. Хоть она никого нет, радостной. В какой-то момент она стала сильнее мужчин. Сильнее. Женщина, которая красивая, улыбается, женщина радостная. Но это сильнее мужчины в какой-то момент. И мужчины это вынести не могут. Они смотрят на нее, думают, надо брать замуж. Потому что она сильнее, как бы. Такая корова нужна самому. Не выдаешь заднюю, не устанет рука. Это мультфильм такой был. Один мужик решил продать корову. И он нашел человека, который помогает продавать товары на рынке. Он говорит, помоги продать корову. И тот начал хвалить. Говорит, корова такая-то, такая-то. Ну, он действительно рассказывал про его корову все. Он почувствовал корову. И про нее корову рассказывал, рассказывал. Тот слушал. Решел покупатель. И такой говорит, я не продаю. Решелка. Такая она, корова, нужна самому. Не выдаешь заднюю, встанет рука. Говорит. И ушел с коровы, не стал продавать. Итак, видите, благодарность. Принятие судьбы, благодарность — это основа победы над судьбой. Человек должен это знать. Если он это знает, то он принял все, со всем согласен. И если он так настроился, то этот человек уже победитель своей судьбы, даже если на фоне тяжелейших страданий. Поэтому очень важно даже во время благодарности понять, откуда брать силы. Некоторые говорят, я как бы благодарен за все, но жить не могу. Нет сил. Силы нужно брать от того, что ты Бога хвалишь. Вот когда Бога похвалил, больше силы. И хвалить за что? Кто его за свою жизнь? Ну что хвалить-то, она плохая. Ну ты же не знаешь, плохая или хорошая. Ты же не знаешь конечный результат. Ты видишь середину только. А что дальше будет, не знаешь. Может быть, она у тебя очень хорошая, наоборот, а не плохая. Так что начни хвалить заранее. Счастье — это энергия Бога. Если вы чувствуете радость в сердце, это его сила, он вам подтверждает, говорит, это все правильно. Чувствуете силу в сердце, значит, эта сила от Бога дается вам для победы. Если вы говорите, ну я сейчас чувствую силу, домой приду, как бы там ты сидишь, да? Вот. Вот. Это ничего страшного. Испытания есть. Это нормально. Не надо пренебрегать силой. Любая сила Бога никуда не девается. Она остается с вами. Если вы знаете об этом, это называется вера. И это дает победу. Каждая сила Бога должна быть оценена. Ее бесконечное количество в этом мире. Если бы вы знали, какая сила находится в деревьях, которые растут здесь, вокруг, в большом количестве. Каждая сосна может вылечить человека от онкологии. Войны деревьев лечат онкологию. Надо стоять просто возле дерева в состоянии неподвижного, так спиной прислонившись, в состоянии радости. Желать всем счастья в этом мире. Когда человек желает всем счастья, в него энергия заходит и выходит, выходит, заходит. Дерево дает силу, он отдает другим людям. Идет процесс обмена. Нужен обмен. Если ты из себя берешь слишком много, то ты ее не выдержишь. Разок такой проводили эксперимент, все люди повторяли, я желаю всем счастья. И вышло несколько человек на сцену. Мне кажется, у вас тоже мы так делаем. Вышли несколько человек на сцену. И вот в одном городе одна женщина, я говорю, вы когда вам счастья желают, вы об этом не думайте. А если чувствуете как бы эмоции, отдавайте это все. Эмоции – это счастье. Отдавайте назад людям. Не скапливайте в себе. И одна женщина меня не услышала. И она начала переполняться эмоциями. Плакать начала. И потом ее так замкнуло, что ее даже, как бы она говорить не могла, она такая вся красная, накалилась вся. Еле отошла от этого состояния. Пожадничала. Счастье не надо задерживать внутри себя. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. Когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Детская песня такая. И в этом ошибка. Вот человек, допустим, семья, допустим, мы с женой женились, допустим, хорошо стало. Люди начинают жить вместе, счастливы, хорошо стало. Мама, до свидания, потому что с ней тяжелее, нам с друг с другом хорошо. Друзья, до свидания. Даже все-все два круга до свидания. Мы замыкаемся друг на друге. Вот и все. Вот в этом и ошибка. Веды говорят, что если вам хорошо стало вместе, начинайте это хорошо отдавать всем, кто рядом вокруг вас. Приглашайте друзей, приглашайте родителей, всем желайте счастья, заботьтесь обо всех в 10 раз больше. И тогда счастье никогда не закончится. Оно будет внутри вас циркулировать. Веды говорят, человек, который побежал за счастьем, счастье от него убегает. Это называется эгоистическая жизнь. В этом мире почти все люди бегут за счастьем, как сумасшедшие. Хотят счастья быстрее. Мне. Зарплата, деньги, власть. И она убегает постоянно от них. Не могут схватить его. Потому что счастье – это супруга Бога. Она только Богу принадлежит. Она не может человеку принадлежать. Понятно? Это секрет. Счастье – это Личность. Это супруга Бога. Она всем нравится. Но никто ее не поймает. Потому что она только Богу принадлежит. Она верная жена. Вот. А если вы всем счастье дарите, она сразу в вас войдет. Потому что она не просто, не только верная жена, она еще любит всем дарить счастье. Это ее хобби. Ей нравится очень всем дарить счастье. И как только вы всем счастье дарить начинайте, в вас заходит удача. Кто такая удача? Это супруга Бога или счастье? Это одно и то же. Так вот, удача находится в сердце того, кто забывает про себя и постоянно служит другим. я разок поймал удачу. Ну, не то, что я поймал, как бы. Просто она сама зашла в меня. У меня была такая ситуация недавно. Я из Москвы должен был прилететь в Алмату. И мой помощник, он принес мне удачу, он оставил мою сумку со всеми документами в Москве, в зале, где я читал лекцию. Вот. И я поехал в аэропорт, приезжаю. Говорю, где сумка? Он говорит, простите, забылся. Я говорю, ты что делаешь, брат? Мне через час лететь. А следующий рейс только через сутки. А там срывается программа в Алмате. Люди ждут. И я думаю, господи, как я подвел людей. Доверился своему помощнику. И сижу, скорблю. И Господь мне в сердце говорит, а что ты скорбишь? Ты же на лекции говоришь, принимать судьбу. Вот, принимай. Что ты скорбишь? Ну, я начал принимать. Думаю, спасибо, Господь. Все, я все принимаю. Но лекцию хочу прочитать. А самолета нет. Такой Господь в сердце. Мне не то, что он говорит, а так вот, намеками, типа такое ощущение. Может, завтра прочитаешь? Я говорю, да какое завтра? Завтра только вылечу. Это послезавтра, значит, читать придется. Ну, вот. Лучше все равно тебе вот принять судьбу. И как бы люди тоже, пусть все в разлуке, они в разлуке, любовь увеличивается. Вот. Будут скучать по тебе. А потом лучше две лекции, у тебя вместо трех останется две, лучше прочитаешь. Нет, я не согласен. Ну, тогда ты можешь пожалеть о том, что произойдет. Я хорошо, пускай я пожалею, но лекцию прочитаю. И тишина в ответ, ничего такое, Господь ничего не говорит мне. Ну, не то, что он говорил, просто ощущение. Тишина в ответ. И через пять минут после этого во всем международном терминале в Шереметьево выключается свет. Это был ночь, вечер, темнота. Никого, ничего не видно, люди метаются, все бегают. Ну, Господи, что же я наделал? Ну, сам как бы не отказываюсь от этой мысли. Там едет сумка у меня. Думаю, надо, чтобы она приехала, иначе я не улечу. Через сорок минут мне привозят сумку. Я ее беру. Говорю, Господи, быстрее свет включаю. Через пять минут раз свет включается. Люди, народ весь ломится на самолеты, на свои. Я ругаюсь на свой помощник. Говорю, все из-за тебя. Я не виноват. В этот момент я почувствовал, что удача улыбнулась мне. Что я могу служить людям, и лететь, читать ледушку. Но если б я для себя это сказал, типа, я опаздываю на самолет для себя, да? Ну-ка, выключай, Господь, свет в аэропорт. Пускай все мучаются. Ну, он бы ни за что этого не сделал. Так бывает в жизни иногда. Удача приходит к нам. Но надо понять, как судьба устроена, как она работает. Например, признаки, мы говорим о знаках судьбы сегодня. Например, вы хотите купить дом какой-то, да? И у вас, допустим, есть деньги или квартира. Вы уже накопили деньги. И тут вы вдруг чувствуете хороший дом. Супер просто, в том месте, как я мечтал. Говорят, надо быстрее покупать, иначе кто-то другой купит, потому что удача. Ну, такой дом, как бы, не продается вообще никогда. За такие деньги невозможно купить. Но мне повезло. Удача. Понимаете? Дайте воды попить. Вот. И это неблагоприятный знак. Если вот у вас жажда такая возникла в сердце, что надо быстрее покупать этот дом, там находится обман. Сто процентов. Это неблагоприятный знак. Ну, та же самая ситуация. Быстрее, быстрее. Есть дом, как бы, надо покупать. Все к вам подходит. Классно, как вам надо. Ну, быстрее, допустим, покупать. И все это спокойствие. Вы никуда не торопитесь. Куплю, куплю, не куплю. Пришли, посмотрели. Сердце спокойно все. Ну, тут и так и должно быть. Это удача. Или, допустим, вы пришли в какой-то дом, как бы, он не то, что там супер какой-то, а просто нормальный дом. Но вам спокойно. То есть, не то, что там мечта сбылась или еще что-то, а просто вот спокойный дом. Хороший, можно жить нормально. Спокойно. В нем спокойно. Это удача. Или, допустим, девушку вы встретили с жаждой в сердце. А-а-а, хочу все с этим человеком жить. Только с ним. И все, больше ни с кем. Люблю, как бы, до смерти. Это очень неблагоприятно. Это плохой знак. Это значит, что вы этого человека можете потерять. Или спокойно в сердце. Вы общаетесь с человеком спокойно, все хорошо. Есть привязанность, симпатия. Ну, нет такого жжения там супер. Опасности такой нет. Сильного, сильной влюбленности такой. Это хороший знак. Значит, долго, счастливо будете жить вместе. А если вы встретили человека, в первый день поругались с ним, и чувствуете, что вы привязаны к этому человеку, страшно, как будто не первую жизнь знаете. Но отвязаться от него не можете. И ругайтесь с ним. Никакого счастья, никакого радости вообще с этим человеком вообще нет. Но не можете отвязаться. Это, мои хорошие, в вашу жизнь пришла судьба. Знаете, бывает так, что люди живут плохо друг с другом, ругаются, бьют друг друга. И всю жизнь так. И знаете, когда они уходят из жизни, Бог думает, ну, кому вот я, кого я могу доверить этому человеку? Он опять кому-то жизнь искалечит. И он думает, ну, придется их опять вместе соединять, потому что больше, ну, нельзя никому как бы представлять к этому человеку. И они вот видят друг друга, чувствуют, что они не могут никуда деться друг от друга, и ругаться начинают с первого дня встречи. Поднимите, у кого так произошло, что? Ну, примите судьбу, что делать. И это значит, что вы будете счастливы, мои хорошие. Потому что ругаются люди только потому, что они не принимают судьбу. Примите судьбу. Если увидите, что вам придется вместе быть, примите судьбу, и потом постепенно вы будете счастливы. У меня в жизни так было. Я знаю точно, что так еще работаю. Поэтому всегда нужно быть победителем своей судьбы. Всегда надо знать, что побеждает тот, кто сначала ее принимает. Победитель — это не тот, кто пинка под зад судьбе дает. Ей невозможно ее обхитрить. Как одна девушка мне рассказывала, что она послушала мои лекции и думает, «Так, если я брошу мужа, значит, я уйду в пустыню. Одна останусь. Жить с ним невыносимо. Значит, надо сделать так, чтобы он меня бросил». Или есть еще такая буддистская история, как бы буддистам нельзя есть мясо, а хочется. Ну и они пасут этих яков там по горам и думают, как действует их судьба. В это время как бы яки пасутся возле обрыва. А внизу под обрывом там разделывательный камень, там уже стоят монахи с ножами, с такими, ждут благоприятной судьбы. И как бы пастух, монах, пастух поджимает яков к обрыву. Ну там много яков, как бы он поджимает. И какие-то яки получают неблагоприятную судьбу. Им просто не повезло, потому что их поджимают. И куда им деваться? Они срываются с обрыва и прямо на разделывательный камень. Даже носить никуда не надо. И они думают, спасибо, Господи, повезло. Нет, мои хорошие, это всё не так. Если девушка так сделала, что её бросили, этот парень ни в чём не виноват. Бог ведь всё знает, то, что вы там думаете. Ну не то, что такой дурак. Вы его развели, Бога. Нет, Бога не разведёшь. Поэтому, если вы так сделали, что вы его бросили, значит, будете за это отвечать, что он вас бросил. Или, допустим, вы убили этого бедного яка и решили его скушать. Хорошо, вы поддержите так свою жизнь, но за то, что вы убили, вы будете отвечать. Хоть вы и думаете, что он сам погиб. Ну то есть, как бы, вот так вот. Примерно вот так. То есть, за всё придётся отвечать в этой жизни. Вы скажете, а вот если мы, допустим, растения едим, тоже придётся отвечать. Нет, потому что растения, они не чувствуют боли, так же, как животные. Допустим, если веточки отрезать у растения, плоды так вообще, они не живые. В жизни их заходит, когда семя соединяется с водой. Вот плоды вообще для еды предназначены. Их можно кушать, орехи, плоды, там вообще для еды предназначены. Они не живые. Но даже если веточки у растения там отрезать, оно ещё пышнее растёт, потому что оно себя не помнит. Оно сон, как эта жизнь, сон без сновидений у растения. У животного сон со сновидениями жизни, а у человека пробуждающий сознание. Или пробуждённое, или бодрое. Видите, есть три типа сознания. Сон без сновидений. Растения себя не помнят, не помнят. Веточки обрезали, оно немножко проснулось, и они лучше начали расти. Деревья надо обрезать, чтобы лучше росли и болели. Но если у поросёнка лапу отрезать, оно не вырастает новое. Это называется уже солнце сновидениями. То есть животное себя помнит. Оно знает, что его убивают, страдает от этого. И мы за это отвечаем. Молоко – это специально для пищи предназначено. Продукт любви. Поэтому оно не несёт греха никогда. Если ты пьёшь молоко, молочный продукт. А это животный белок. Так что животный белок можно. Но вопрос какой. Видите, надо всё это изучать. Вы скажете, я мясо люблю. Но я не запрещаю. Но вы изучайте, как лучше жить, как правильно жить. Изучайте. Потому что счастья будет больше у того, кто живёт правильно. Кто правильно кушает, правильно всё делает. Что такое пробуждающее сознание? Как определить человека с пробуждённым сознанием или с пробуждающимся? И что можно ждать от того и от этого? Если человек не знает, что он живёт вечно, он не знает, что после смерти он не умирает. Если человек не знает, что цель человеческой жизни – это Бог, а не его деньги и зарплата. Если человек не знает, что когда он совершил плохой поступок, то он за это будет отвечать. Ну, человек не понимает этого, не знает. И не хочет знать. Если человек считает, что хорошо в жизни делать то, что мне хорошо, а как остальным – это не важно. Это их проблемы. Если человек находится в таком сознании, то это значит, что у него пробуждающееся сознание. Он ещё не проснулся. Он ещё только просыпается. Чего от этого человека можно ждать, чего нельзя. Совести от этого человека ждать не надо. Никакой совести у него нет. Если у него будет хороший период в жизни, он с вами будет жить. Когда наступит плохой период, он от вас уйдёт. Потому что он будет жить только для себя, для своего счастья. Он никогда не изменяется в этом. Потому что у него такое сознание, он так устроен. Как определить человека пробуждённого? Пробуждённый человек схарается жить по совести. Может быть, не всегда получается, но старается. Он знает, что если совершит плохой поступок, за это будет отвечать. Он знает, что человек должен учиться жить для других. Он знает, что есть Бог. Он знает, что жизнь вечная. И он старается заботиться больше о других, а не о себе. Это признаки пробуждённого человека, проснувшегося. Потому что мы же душа, понимаете? Душа или спит, или бодрствует. Одно из двух. И есть ещё бодрое сознание. Не пробуждённое, а бодрое сознание. Как определить, что у человека бодрое сознание? Первое. Этот человек, когда на него смотришь, он озвучает счастью, победную судьбой. Он всех любит людей на земле, потому что он видит в них только чистоту. Означает видеть душу. Он душу видит, означает видеть только самое хорошее. Он видит в людях только самое хорошее, этот человек. Только самое. Плохое для него несущественно, не имеет значения. И даже в животных он видит чистоту, не только в людях. И даже в растениях. Такой человек знает, что будет дальше с ним и с другими людьми. И только знает, он может также победить, помочь в их судьбе. Он всегда радостный, счастливый и умиротворённый. Его трудно вывести из равновесия такого человека. Или вообще невозможно. У него в сердце нет грехов. Он чист изнутри. И таких людей очень мало. Например, Серафим Саровский таким был человеком. Сергий Радонежский. Это великие святые. У них пробуждённое сознание. И эти люди приносят удачу. Теперь вы скажете, у меня в жизни нет удачи. Равно. В твоей жизни нет святых. В моей жизни нет удачи. Равно. В твоей жизни нет святых. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни была удача, найди общение со святыми людьми. С теми, кто принесёт тебе эту удачу. Потому что у души, мы души, у души есть энергия. Эта энергия называется сознанием. Вот, допустим, оно пропитывает тело сознанием. Вот почему девушке нравится парням, допустим. Почему? Потому что девушки рождаются, когда они рождаются для любви. У души есть три энергии. Три энергии. Первая энергия любви, вторая энергия знания и третья энергия вечности или желание жить. Жить хотят и мужчины, и женщины все на земле. Хотят жить. Теперь, дальше душа может выбрать, для чего жить. Для любви или для знания. Если она выбирает для любви жить, она получает женское тело и становится обладательницей энергии любви. Она становится красивой, душа, и привлекает внимание всем. Она всем нравится. От неё испытывают счастье. И она сама в жизни должна стремиться испытывать счастье. Если душа хочет победы над судьбой, знания, тогда она получает мужское тело. И мужчины привлекают женщин, потому что у них есть любовь, но у них нет устойчивости в жизни, не хватает силы в жизни. Им нужна сила, какая-то опора в жизни. И они ищут в мужчине опору. То есть в тех людях, которые её имеют. Видите, мужчины нравятся женщинам, женщинам нравятся мужчинам. Люди нравятся друг другу таким образом. Так Бог сделал. И вот эта вот энергия любви в женщине, это энергия сознания, души. Просто душа выбрала любовь, поэтому больше этой энергии любви в жизни человека. И тело так в результате тоже, форма тела такой становится у женщины, утончённая форма тела, такая нежная, ласковая. Всё предназначено для любви. У мужчины форма тела такая грубая, сильная, выносливая. Это энергия, предназначенная для победы над судьбой. Это энергия сознания. Есть энергия знания или победы. А есть энергия любви. Оно пропитывает тело, это энергия человеческая. Ну, смотрите, вот есть два варианта отношения к этой энергии сознания. Первый вариант. Я хочу любви, женщина говорит. Я хочу нежности, ласки, внимания, заботы. Она как бы к вам мужчине говорит. Я любви хочу, понимаешь? Нежности, ласки, внимания, заботы. Понимаешь? А мужчина ей говорит, а я победы хочу. Победы хочу, значит, ты должна вот так мне всегда делать, меня слушать, на задних лапках ходить и верить в меня бесконечно. Смотрите, то есть получается, люди хотят чего? То, что им дать невозможно. Потому что женщина хочет нежности, ласки, внимания. Так она сама является источником нежности, ласки и внимания. Как он ей даст нежность, ласку и внимания, если у него нет этого? Он соткан из победы, силы там и вот этого. Теперь он от нее хочет победы, чтобы она как бы ему подчинилась, была побежденной. У нее нет этого. У женщины нет этого. Независимые, неподчиненные. Она просто, если он ее любит, то она зависимость подает. Я буду тебе верна, если ты меня любишь. Не любишь, до свидания. Мужчины могут как бы быть верными. Ну, то есть они послушные мужчины. Равняюсь, смирно, вольно. Женщина равняюсь. Они капризничают. Говорят, ты что, мне командуй что-то, не командуй. Хочешь любить, люби. Нету матовой. И мне только любовь нужна, девушка говорит. Говорят, ничего не надо, типа, все. И вот это неправильное мышление. Ну, это так оно само по себе возникает. Называется жизневежествие. Женщина говорит, я хочу любви. А она сама является источником любви. Это представьте, солнце, запустим, скажет. Я хочу солнце, и назад всю эту энергию. В результате все планеты остаются без света. Она говорит, мне солнце нужно, мне. Больше всего солнце говорит. Смешно, правда? Женщина говорит, я, мне нужна любви. Она сама из любви состоит. Теперь смотрите, она начинает правильно жить. Это называется удача. Она забывает про то, что она хочет, и начинает просто давать любовь другим людям. Ухаживает, заботится о мужа. Если он наглеет, она его воспитывает. Тоже любовь. Любовь бывает строгость. Любовь бывает строгая, а бывает добрая. Это все любовь. Надо и ту, другую. Как вы думаете, какая любовь тяжелее? Строгая или добрая, женщина? Строгая гораздо тяжелее. Вот добреньким быть легко, а строгим? Строгой любить очень тяжело. Но строгая любовь, она тяжелее, но зато лучше результат дает. И так девушка начинает служить, любить своего мужа. Это аскеза, потому что она любит, а сама хочет всю жизнь. А она отказывается от нее, начинает его любить. Т аскезу. И она теряет энергию, силы теряет. Думает, Господи, я ему отдаюсь, люблю его. А он, гад такой, вообще, как бы не ценит. Не отдает мне взаимностью. Привыкает ко всему. Я готовлю, билось, как бы его вкусно готовлю. Он нажрался, ему хорошо, и даже спасибо не сказал. Эксплуатирует любовь ее. Она ему отдает, он ее раз взял себе и все. И назад не возвращает, гад такой. То есть нужен воспитательный процесс, да? Нужно ему раз и переставить давать любовь, чтобы он понял, где источник счастья. Ну, то есть так, отдаем любовь, потом воспитываем, потом опять отдаем. Да? И когда женщина отдает мужчине любовь, и она это делает правильно, то он наполняется любовью и начинает ей отдавать ее же любовь. И она становится такой счастливой. «Господи, у меня ложь меня так любит». Она тебя так любит, потому что ты сама ему отдаешь эту любовь, и твоя же любовь тебе назад возвращается. Теперь мужчина начинает вести себя очень внимательно по отношению к женщине, служит ей, заботится о ней, внимательно защищает ее, дает ей знания, защиту, возможности в жизни, силу дает ей свою. И она становится в результате такой послушной, верит в Него. Послушание – это мужская энергия. Она становится послушной, верной, все такая как бы сильно себя правильно ведет себя с ней. Он свое и получает назад. Он мужскую силу вкладывает, стабильность дает женщине, возможность жить спокойно. И она ему дает стабильность своей верностью назад. Она ему возвращает его же. И он думает, классно, мне жить очень хорошо с этой девушкой, она верная, послушная, хорошая. Но он сам ей дал эту силу, и она же, его же сила ему вернулась назад. Но если человек силу давать не хочет, он говорит, сначала стулья, потом деньги. Не хочет сил давать. Хорошо, дорогой мой друг, тогда получи скандал. Потому что ты не хочешь давать, я тоже не хочу. Давай будем ругаться. Кто первый должен дать ты мне любовь или я тебе защиту? И начинает ругаться друг с другом. Так всю жизнь. Почему это неправильное мышление? Человек должен не к счастью стремиться, а к служению. Надо добровольно отказаться от своего счастья и начать служить близкому человеку. Женщина должна любовью служить, мужчина силой своей, мужской. И тогда начинается взаимность. Как только мы не хотим служить, взаимность заканчивается. Видите, я сейчас говорю о судьбе. Потому что некоторые люди говорят, у меня плохая судьба. Мне Бог дал плохую жену. Ну что плохую жену? Нормальный человек она. И ты нормальный человек. Просто вы живете неправильно. Причем плохая судьба? Вот если человек выпивает, допустим, развратом занимается. И так далее. Живет неправильно. Что у него, плохая судьба? Нет. Он сам выбрал такую жизнь. И у него не будет никакого счастья в жизни, потому что он неправильно живет. Причем тут плохая судьба? Он просто не знает, как правильно жить и все. И он сам сидел в плохую судьбу. Я когда изучал эту тему, я пошел, в Тольятти был еще студентом, в институт молодым парнем. Я пошел изучать, как люди живут от своей работы. Я пошел на молочную ферму, пришел туда. Там вот я запомнил очень. Там девушки такие все красивые, пухленькие, такие румяненькие, такие молочные, такие счастливые. И они меня там накормили и молоком, и сметаной, и все, как бы, такие, как бы, очень выражелательные, такие счастливые, радостные. Потому что они имеют дело с энергией любви. Молоко – это энергия любви коровы. И они вот с энергией любви всю жизнь имеют дело, и как бы они все время счастливые. Потом я пошел на мясокомбинат. Я не утрирую, я вам говорю правду. Я пришел туда им почитать лекцию о здоровом и прохожем жизни. И там тоже я то же самое делал. И увидел на мясокомбинате очень депрессивных людей. А потом я много чего узнал. Оказывается, вот убивать животных – это специальность вредная для здоровья. Люди там выдерживают года два-три, потом в психушку попадают. Или просто машина их сбивает. То есть они получают несчастную судьбу. И за это им дают молоко за вредность. Потому что вредная специальность. Представляете? Тем, кто убивает животных, оказывается вредная специальность. Они это понимают, не понимают, в чем вредность заключается. Но знают, как происходит дальше судьба этих людей. Что они долго не живут. Понимаете? Все эти женщины, я начал спрашивать их, оказалось, что половина у них онкология. Доброкачественная или злокачественная. Они работают на моем мясокомбинате, половина у них онкология. Потому что онкология, доброкачественная и злокачественная, чаще всего возникает из-за употребления мяса. Потому что это энергия насилия. Онкология тоже энергия насилия. Совершаешь насилие – получи насилие. Ты же не хочешь онкологии? Это насилие. Тебе начинает что-то развиваться. Ты совершал насилие над животными или способствовал этому? Теперь получи сам насилие. Сейчас уже Всемирная организация здравоохранения считает, что главной причиной рака является мясо. Уже все, уже врачи признали. Так что я ничего нового не сказал. Изучайте научные труды. Видите, мы говорим с вами о судьбе. И прежде чем говорить о диагностике судьбы, допустим, плохой у меня период или хороший идет, надо сначала разобраться, ты плохо или хорошо живешь. Потому что есть три слоя жизни. Первый слой – это жизнь в невежестве. Для женщин чаще всего это депрессняк. Муж бросил, все, все плохо или что-то в жизни тяжелое произошло, женщина теряет себя. Она живет в депрессняке, никуда не выходит, никого не любит, сидит и скучает, печалится просто и все, и делать ничего не хочет. Это называется жизневежество для женщин. Для женщин. Для мужчины жизнь в невежестве – это то же самое, только мужчина в депрессняке жить не может, потому что у него много волевой энергии. Бог дал много сил и воли, и поэтому он эту волю направляет не туда, куда надо. Он гуляет, выпивает и делает глупости много в жизни. Дерется там, избивает близких людей, ненавидит там кого-то. Это мужское невежество. Есть женское невежество, есть мужское. Невежественные люди могут к астрологу не ходить. И не надо гороскопом свой изучать, потому что судьба у них всегда будет плохая. Потому что они деградируют. То есть их жизнь становится все хуже и хуже с каждым днем. Они выбрали неправильный путь в жизни просто, и все. Это их выбор. У меня один был друг в детстве, хороший мальчик, очень красивый, из хорошей семьи. Я жил на девятом этаже, а он жил на пятом. Он был на год меня младше. Я всегда вспоминал об этом мальчике, как о удачливом человеке, как о том, у кого хорошая судьба, что Бог ему подарил способности, красоту, правильное отношение к людям и так далее. Один раз я приехал домой, это было где-то лет 7-8 назад, в Тольятти. И вышел во двор посидеть там, посмотреть на людей, может, знакомого, кого-то встречу. И ко мне подошел один человек страшного вида такой, ну, почти бомж. Ну, такой весь, ну, помятый такой, от него пьяным угаром несло. И он мне говорит, Олег, ты меня узнаешь? Я говорю, что-то не очень. Он говорит, помнишь? Помнишь? Я на пятом, ты на девятом, мы дружили. Я такой, Бог, ты мой. Как изменился этот человек? Только лишь по каким-то далеким оттенкам, как бы, глаз и форме лица я смог догадаться, что это тот самый красивый, талантливый мальчик, которого я очень сильно уважал и думал, хотел быть таким же, как он. Потому что он вел себя гораздо лучше, чем я. И это, ну, правда. Вы же не знаете, как я себя в детстве вел? Вот. Я был в шоке просто, в шоке. Как могла поменяться так сильно судьба этого человека? Мы сами калечим свою жизнь, понимаете? Зашла в депрессию, делать ничего не хочу, все тяжело, все плохо, обжираюсь на ночь. Вот. Сижу, смотрю телевизор целый день, никого не люблю. Ты себя загоняешь в могилу. Сама. Зачем тебе это надо? Иди начни кого-то любить. Хотя бы птичек корми на улице. Или желай всем счастья. Ну, что-то делай хорошего для людей, потому что ты соткана из любви. Тебе надо всех любить, а не сидеть скучать. Тебе надо всех любить, заботиться обо всех. И ты станешь счастливой, станешь сильной, жизнерадостной. И у тебя будет много поклонников, выберешь из них, какой тебе больше понравится. Бог дает женщине все, что ей нужно для жизни, если она живет правильно. Теперь мужчина, допустим, выпивает там, развратом занимается, дебоширит, но сам себе разрушает жизнь. Это неудача. Видите, и так неудача или удача зависит от того, имеет человек знание, как правильно жить или нет, и насколько сильно он соединен с Богом, и насколько он правильно выполняет в жизни свои обязанности. Вот тебе удача и неудача. Это не то, что повезет или не повезет. Вот это удача, понимаете? Вот я хотел сильно лекции прочитать. Не то, что я такое могущественное, что могу выручить, вырубить свет в аэропорту. У меня никогда такого не получалось, и я уверен, больше не получится. Больше того, Господь потом был недоволен мной, что я так настроен был. И он мне, когда я прилетел в Астану, он мне отменил рейс в Алмату. Следующий. Вот так как там было много рейсов, я улетел через час. И в Астане, и в Алматы я получил чемодан самым последним. Мой чемодан и там, и там пришел самым последним. Это было тоже для меня знаком, что Господь как бы сейчас мне будет отдавать назад всю ситуацию. И так я с ним ближе познакомился. Я больше узнал, что он есть, потому что он же всегда скрыт от глаз. Мы его не видим. У него тоже есть характер. Он может нас наказывать или поощрять. Иногда может чудеса делать, которые не вписываются в нашу голову. Как бы мы не понимаем, как это возможно вообще. Я еще не сказал вам в этом случае, когда в Москве. Я пошел по аэропорту слушать, что говорят. И набрел на двух работников аэропорта, которые шли так спокойно. Говорит, надо заводить трансформатор. Один говорит, уже 40 минут прошло. Другой говорит, причину-то нашли. Говорит, что-то не нашли, непонятно. Такого никогда не было. Сам взял и погас. Может быть, и там нашли, потом я не знаю. Всегда какая-то причина внешняя есть. Но я потом узнавал, что там не каждые 5 минут погаснет свет в Шереметьево. Наверное, раз в несколько лет, я так думаю. А еще у меня такой же случай в жизни был. Ну, там не с такими трагическими последствиями. Я просто поехал в Иерусалим. Рассказать вам? Я с Богом ближе познакомился. А это не моя вера. Я поехал в Иерусалим, это не моя вера. У меня цель была понять, вот Бог вообще принимает тех, кто не своей верой, или не принимает. Я как бы, у меня индуизм, как бы я не христианин. И я поехал понять. Я знаю, что Бог есть в Иерусалиме, что это Господь, все. И я приехал туда, как бы, и мне показали вот этот сад оливковый, где Господь сидел и принимал участь свою. И я пришел туда, смотрю, валяются ветки с оливками везде. Я спросил ребят, которые меня привели, говорю, что за ветки? Они говорят, это вот с этих деревьев обрезать, чтобы люди брали на память. Я говорю, не разводите меня с этих деревьев. Если ветки обрезать, то через два дня, вот по такому количеству, через два дня там не будет не то, что веток, даже стволов. Ну, много веток лежало. Я говорю, я знаю, как это делают в местах паломничества, потому что эти ветки не с этих оливок. Просто, чтобы люди, как бы, они вместе с этими ветками веру берут. Потому что ветка полежала там в оливковом саде, она зарядилась этой энергией этих деревьев. И они берут потом заряженные эти ветки, этой энергией. И я такой думаю, а я хочу с этих оливок. Я же пришел верить в Бога, как бы. У меня с ним серьезная беседа. Я говорю, а я хочу с этих. Это было раннее утро. В эту же секунду, когда я так подумал, выходит садовник и начинает обрезать ветки на этих оливках. И я спрашиваю у этого садовника с переводчиком, говорю, как часто вы их обрезаете? Он говорит, раз в год. Ну и у меня было много вариантов. Я взял, сколько мне надо ведочек. И потом мне сказали, что когда к гробу Господню подойдешь, там очередь, надо отставить эту очередь. Там быстро туда загляну, так жык-жык. И как бы, и это... Я хорошо подхожу к этому месту, никого. Мы-то там не просто глянули, мы там посидели, там свечки зажгли, пообщались, вышли, люди начали подходить. Больше... Я еще там несколько раз был, не раз больше такого не был. Вот это вот, я думаю, ничего себе, Господь, Ты точно присутствуешь здесь, в тот лице. У меня появилась вера. А потом Он проявил как Личность со мной себя. Начал свести себя как Личность. У нас было еще час где-то времени. Мы стояли там, вот в этом месте. Не на самой площади, а рядышком. Вот там площадь вот эта есть большая там. А мы еще ходили, где стена плача, вот эту тоже туда. И там площадь вот эта вот. Мы там отошли от нее. И там и много мест разных еще, и иудейских, и православных. И я спрашиваю, Господи, Ты хочешь, чтобы... Я уже понял, что Ты есть, все, мне достаточно. Ты хочешь, чтобы я здесь еще походил? И такой ответ в сердце. Уматывай отсюда, у тебя другая вера. Нечего тут тебе делать. Ходишь, делаешь вид притворщик ты. Потому что ты меня вот так не веришь, как они, люди эти, верят. Ты ходишь здесь как турист. Чего ты здесь ходишь, уматывай. Так я почувствовал в сердце. И я говорю, все, уезжаем. Уезжаем назад в Тель-Авив. Там лекция у меня в этот день. Говорю, все, уезжаем. И мы когда приехали в Тель-Авив, я узнал, что в этот момент, в этом месте произошел теракт. Погибли люди. Это был третий знак. Для меня. Я думаю, что в вашей жизни тоже Господь с вами как-то общается. Он вам показывает себя точно так же. Это нужно для того, чтобы в тот момент, когда у нас эти трудности судьбы начинаются, и наша психика сильно приковывается к себе, к памяти о себе, к боли, которая возникает у нас в сердце. Мы не можем от этого отвлечься, не можем даже спать. В этот момент человек должен вспомнить о том, что ему Бог о себе показал, дал знать. Не то, что он будет всегда так быстро нам о себе показывать, он иногда недоступен или труднодоступен. Чаще всего всегда. Но иногда Господь так делал для особо тупых, чтобы они смогли почувствовать его, поверить в него и понять, что он есть. И потом дальше можно помнить об этих событиях, связанных с Богом. Вот эти предметы, которые Бог тебе дал, свидетельство, что он есть. Можно на них настраиваться, кланяться им, молиться. И таким образом, если человек забывает про свое событие тяжелое и думает о Боге, вот о том, что с ним произошло, об этих событиях, несомненно, сначала в сердце становится легче. Вот вы тяжелое, какое бы тяжелое событие нет, сначала в сердце становится легче. Потом, если вы продолжаете молиться, допустим, ваш муж бросил, вы сможете почувствовать, что вы в сердце легче, но вы даже с ним поговорить не сможете. Так сильно вы на него обижены. Вы будете продолжать молитву, думать о Боге, а не о себе, а не о своей жизни. Вы почувствуете, что вы уже поговорить даже с ним можете. И почувствуете, что вы, несмотря ни на что, можете с ним общаться. И не обижены на него. Это вторая стадия побед над судьбой. А третья стадия побед над судьбой, если вы уже на него не обижены, вы можете с ним общаться, можете с ним дружить, то третья стадия означает, что в его сердце проснется совесть, и он будет сожалеть, что вас бросит. Это третья стадия. Поднимите руку, кого бросили, у вас уже спокойствие в сердце. Вмолите, спокойствие в сердце. Отлично. А вы можете общаться, разговаривать? Можете уже с человеком? Можете разговаривать. А вам легко или нет? Нет. А? Легко? Нет, еще не совсем легко. Чуть-чуть тяжело, я вижу. Вы прошли первую стадию полностью. Две трети, второй. Вот когда вам легко с ним будет разговаривать со всем, как будто все нормально, вообще ничего плохого не произошло. Не оценивайте, хорошо или плохо, что он бросил. Просто достигнете этой стадии, легко с ним общаться. Наступит третья стадия. На третьей стадии у него появится совесть, раскаяние. Он вам об этом уже сейчас чуть-чуть появилось. Но там очень явно будет. И он вам об этом скажет, что я сожалею, что бросил. Но на этой стадии, на третьей, или он возвращается назад, потому что он раскаялся, или он скажет, я раскаиваюсь, но, к сожалению, вернуться назад не могу. Потому что там ребенок уже родился, или еще какие-то вещи. Он принимает решение, говорит, не могу назад. Или возвращается назад, допустим, надо принять. Потому что на третьей стадии есть такой феномен, что человек уже сам не хочет принимать. Он думает, да пошел ты, я себе лучше найду. Нет, надо принять. Если он захочет вернуться, надо принять, простить. А если он не захочет вернуться, вот узнайте истину. Вот вы победили всю свою судьбу, то есть он уже раскаялся, вам легко, вы не чувствуете, что что-то плохое произошло. Он не захотел вернуться. В эту же секунду Господь вам дает другого человека лучше, чем вы. Вам осталось до этого события молиться всего 6 месяцев. И я так думаю, по пропорции, что вы где-то, ну, наверное, чуть больше года уже можете, так? Или больше? Больше, больше, да? Ну, хорошо. Вот так устроена жизнь. Человек всегда является победителем своей судьбы. Понимаете, что бы ни происходило. Только победителем, и все. Субтитры создавал DimaTorzok